На заседании Политсовета приглашены депутаты и председатели партийных ячеек. Сегодня обсуждают партийные проекты. Если раньше федеральных проектов было 25, сейчас стало 14. «Единая Россия» оптимизировала перечень. Реализация большинства из них именно в нашем городе позволила привлечь инвестиции, построить детские площадки, запустить реконструкцию парка и пешеходной зоны, начать воссоздавать исторический облик Авантеевки, ремонтировать дороги и подъезды. В 2017 году у нас было 12 партийных проектов. Многие из этих проектов после утверждения вошли и объединились в названии иных партийных проектов на федеральном, областном и местном городе. 13 партийных проектов заявляются в городе. Сегодня закрепляют за каждым кураторов, заместителей главы, депутатов, общественников. Локомотивы роста, крепкая семья, единая страна, доступная среда, новая школа, школа грамотного потребителя, городская среда, здоровое будущее, детский спорт, историческая память, культура малой родины, старшее поколение, народный контроль, безопасные дороги. Проекты, я считаю, принципиальны, потому что все, что мы утвердили, это самые главные точки роста в городе. И здрав, и образование, и дороги, и благоустройство. И суть этих проектов – это именно возможность дальнейшего включения в государственные программы, потому что все должно финансироваться. Те проекты, которые являются приоритетными для нас, мы их включаем, мы сегодня с нашим полицоветом определили их как таковые, именно они станут дальнейшим основой для получения городом финансирования по данным вопросам. Мы сегодня обсуждали с членами полицовета, что более миллиарда привлекли в общей сложности по данным проектам на их реализацию. Конечно, в этом самая большая роль нашего губернатора, члена политической партии «Единая Россия», возглавляющего партию на территории Московской области. И, конечно, то, что мы сегодня скорректировали эти проекты, уточнили их, определили часть наиболее приоритетных, особенно в год 80-летия нашего города, будет означать, что мы направим наши усилия не только на дороги, на что в том году выделили более 30 миллионов, не только на дворы, что также финансировалось из областного бюджета, но будем добиваться включения в государственные программы и работ по садикам, которые строительство нам необходимо, и финансирование наших общественных пространств, продолжать благоустраивать наши замечательные улицы. И также, что очень важно, и включение работ по здраву, ну и целый ряд других проектов, которые требуют, самое главное, денег. Насколько важна обратная связь? Это ключевое, потому что правительство, выделяя нам большие деньги, ожидает вот обратную реакцию. Это связано с эффективностью использования средств. Тратятся деньги нашим областью только на то, что получает позитивный отклик жителей, потому что мы работаем для них. Поэтому вот программа ремонта подъездов. Впервые она началась в том году. Почему она продолжается? Да потому что огромное количество откликов, потому что жители видят и жители оценивают. Программа комплексного благоустройства. Почему нам в этом году также выделяют деньги на 11 дворов? Все очень просто, потому что по итогам прошлого года было огромное количество позитива от жителей. Поэтому это очень важно, и я всегда говорю своим сотрудникам, своим коллегам и соратникам. Это самое главное – ориентироваться на обратную связь. Также сегодня утверждают кандидатуры в резерв участковых избирательных комиссий и принимают 14 человек в партийные ряды.